Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Как научиться все успевать? Ну, вопрос действительно очень актуальный. Не могу сказать, что у меня всегда получается все успевать. Да, в общем-то, и все мои знакомые часто жалуются на то, что многое хочется сделать, но не хватает времени, не успеваешь. Время — такой ресурс, данный нам от Бога, который имеет ту особенность, что этот ресурс совершенно невозобновим. Вот что-то другое, что у нас есть, а мы потратили, потеряли. Иногда получается восстановить какие-то деньги, потратили незапланированно. Ну, можно с Божьей помощью как-то вернуться, заработаем еще. Какие-то повреждения здоровью причинены. Ну, даст Бог, поправимся, выздоровеем. А вот с временем такая история, что то время, которое потрачено, то время, которое ушло, его никак нельзя вернуть назад. Ничего невозможно сделать. И поэтому для нас это повод очень внимательно относиться к тому, как мы тратим время. Почему мы не успеваем? Да потому что очень много времени мы проводим в социальных сетях не за какими-то важными, нужными для нас чтениями, а иногда совершенно в праздности. То есть иногда и сам человек не очень может ответить на вопрос, зачем он это читает, почему ему это нужно. Сколько времени мы проводим просто в праздности, когда мы не можем ответить на вопрос, что мы делаем? Вот это очень вредное такое времяпрепровождение. Говорят, что праздность — мать всех пороков. Все наши пороки, все наши такие трудные стороны, они рождаются прежде всего от праздности, от того времени, когда мы не знаем, чем мы занимаемся. Можно заниматься отдыхом, можно заниматься каким-то делом. Но вот когда мы вообще не знаем, что мы делаем, то это время, которое ушло и никогда больше не вернется. И времени у нас остается мало, потому что много времени мы тратим в пустоту. А даже те люди, которые умеют планировать свое время, даже эти люди все равно жалуются на недостаток времени. И вот тут нам очень важно обратиться к Священному Писанию. Что нам говорит Священное Писание на эту тему? Еще в Ветхом Завете одна из важнейших заповедей, одна из десяти заповедей, касается именно этого вопроса. Как мы должны распоряжаться своим временем? Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся во время посева и жатвы. Шесть дней работай, а седьмой день суббота Господу. И вот это очень важно, что сколько бы у нас не было дел, как бы нам не было трудно все успеть, как бы мы не беспокоились о том, что чего-то не успеваем, обязательно. Ну вот и по Библии седьмую часть своего времени мы должны уделять для того, чтобы немножко ворваться от этой повседневной суеты. Для того, чтобы это время посвятить своей душе и Богу. И вот если человек так делает, то, как ни странно, и остальное ему удается лучше успевать. Однажды, когда Господь пришел в дом к своим друзьям, как говорится в Евангелии, Лазарю, Марфе, Марии, Марфа занималась тем, что готовила угощения, наводила порядок в доме, тоже пыталась все успеть, и у нее это не очень получалось. И она обратилась к Господу и сказала, Господи, а почему вот Мария сидит рядом с тобой, слушает твои слова, вместо того, чтобы мне помочь? Скажи ей, чтобы она мне помогла. И Господь сказал ей, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая от нее не отнимется. И вот, я думаю, нам важно, когда мы задумываемся, как же все успеть прислушаться и к этим словам Спасителя. Прежде всего, в первую очередь, нам надо успеть выделить время для того, чтобы обратиться к Богу, для того, чтобы напитать свою душу молитвой, обращенностью к Богу, для того, чтобы обратиться к своим ближним, провести с ними какое-то время. И вот, если у нас будет такое вот ядро в нашей жизни, время, выделенное для молитвы и для общения с близкими, в этот день можно пойти в храм, пригласить семью для того, чтобы собраться за одним столом на семейный обед. Казалось бы, вот мы какое-то время потратили еще, как же нам теперь все успеть? Вот наоборот, когда у человека есть такое ядро, то вокруг него оказывается, что как-то все устраивается, и остальное успеть проще. Поэтому будем стараться от такой вот суеты нас захватывающей иногда останавливаться, иногда говорить себе «стоп, сейчас мне не нужно ничего успеть, сейчас мне нужно посвятить Богу некоторое время, пойти в храм, помолиться или дома помолиться, побыть со своими близкими, а потом я все остальное, что смогу, успею». И вот при таком положении дел оказывается, что все успеть гораздо проще. Помоги Господи. Продолжение следует... Продолжение следует...